Володин Евгений Олегович 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 Следует отметить, что веке стоит назвать Дон Картографирование Володин Евгений Олегович 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 Ну и, само собой, комплекс Супрута и комплекс Тимофийский. Таким образом, появился еще один источник, не только подтверждающий сам факт существования пути, но и позволяющий рассмотреть отдельные его участки поподробнее. Вступавший в бассейн реки Упы и Серебро, далее расходился по двум направлениям. Вот, собственно, один сам собой напрашивается по реке Дон, через Шат, далее по Упе, возможный Волок до реки Осетр и по Ситру уже на север, в сторону Москвы. Также есть вариант, то, что был небольшой Волок до верху реки Вашана, с выходом уже к реке Ака. Еще один возможный вариант, это по реке Красивая Меча, далее Волок до верху Ифупы, здесь Волок до реки Салава, по Салаве, и далее уже на Аку с выходом на реку Десна. Насколько реально могли существовать эти пути, соединяющие реку Дон с различными участками реки Акки, можно долго спорить. Надо рассматривать все-таки гидрографическую ситуацию между речью. Об этом, как я уже говорил, да, во-первых, сам собой напрашивается вот этот вот путь, то есть Шат, Дон, и между ними связывает, который их, Иван-озеро. Об этой особенности еще и в первой половине 16 века описал Сигизмун Герберштейн, описывая громадно, по его мнению, Иван-озеро. Автор особо отмечает, что из этого озера вытекают две большие рейки, Шат и Теноиз, древнее название Дона. Насколько это достоверно, все-таки мы можем рассуждать, конечно, гипотетически, но наличие памятников, вклада и отдельных вещей и предметов, скорее подтверждает, говорит, в пользу этой версии. При определении судоходности тех или иных участков рек необходимо учитывать целый ряд факторов. Прежде всего, это размеры корабли, использующиеся для движения по рекам. Согласно сообщениям Константина Багряна Родного, русы использовали в своих походах, построенные славянами моноксилой или однодревки. Вероятно, тип судов был основным на внутренних речных путях. Рагменты однодревок, найденных при раскопках Новгорода, позволяют определить их длину как 6-8 метров, ширину до 1,20 метра, высоту бортов от 60 до 80 сантиметров. Само собой, размеры судов могли бы варьироваться как в большую сторону, так и в меньшую. Ключевым качеством данных судов являлась их небольшая осадка, что очень необходимо для наших достаточно мелководных рек. Таким образом, требования, предъявляющиеся к участкам рек для использования их в качестве транспортных путей, были не стойливо высоки. При ширине реки 20 метров и более, и глубиной свыше 1 метра река могла вполне служить уже для данного типа судоходства. Также необходимо учитывать, что глубина и ширина рек в 9 веке могли несколько отличаться от современных. Если изменения последние десятилетия, связанные с сооружением водохранилища и мелких запрут, могут быть скорректированы на основании топографических карт конца 19-го, начала 20-го веков, то вообще все изменения в полноводности рек, произошедшие за последние тысячи лет, почти нереальны. Определенный запас достоверности в определении судоходных участков дает то обстоятельство, что транзитные переходы осуществлялись в периоды паводков, в преимущество весенних. Соответственно, возможности дохода судов верху рек значительно возрастали. Также в данном случае помогает то, что истоки рек и сами русла рек в нашем регионе расположены относительно близко друг к другу, и это облегчало возможность таких сухопутных волоков. Все указанного, это высший вариант переходов из реки Дон в реку Упу, подразумевая функционирование волоков, о которых я вот говорил. Они на данном плане выделены пунктиром. Я покажу стрелкой, вот из красивой мечей в Упу, от Упы до Верху их Славы, от среднего течения реки Упа к Верху им реки Осетр и, возможно, волок от Верху их реки Осетра к Верху им реки Вашана. Вопрос в том, могли ли эти волки существовать теоретически, существовали ли они реально, а если существовали, то на каком временном отрезке. Известно великое множество волков, хронологически близких к указанным периодам, которые описаны во многих исторических документах. В частности, волок, шедший в обход Днепровского порога Неосит, описанный тем же Константином Багрянародным. Его длина не превышала 9 километров и преодолелся он в течение одного дня. Ключевой на известном пути из Варя-Грики Каспинский порог имел протяженность около 30 верст. Его преодолели обычно в течение двух дней. Вероятные волки, считававшие на нашей территории, не превышали расстояние 10-30 километров и преодолевались. Скорее всего, также от одного до трех дней. Таким образом, соотнесение гипотетических водных путей с расположением кладов куфических монет и памятников указанного периода дает все основания полагать, что в 9-10 веках активно функционировал торговый путь, связывающий реку Дон с верхним и средним течением реки Ака. Также необходимо отметить, что приток восточного серебра в бассейн реки Аки несколько раз сокращался и менял свою структуру. Первое такое заметное изменение произошло в последние четверти 9 века, в первом десятилетии 10 века. В результате потрясения в вооруженных конфликтах, происходящих по бассейнскому халифате и казахскому Каганате, путь движения Дирхина через Кавказье, Каганат и Далепадону оказался заблокированным. Альтернативой ему стали новые каравайные пути и маршруты через Хорезм и Далепадону, через Землю Гузов, Волжку, Булгарию. Но заблокированным он оказался, по всей видимости, на продолжительный срок, примерно на 20 лет. Следующий уже критический период пришелся на 960-е годы. В бассейне реки Аки в это время неизвестно ни одного клада. И есть все основания связывать отсутствие этих кладок с походами Святослава в 1964-1966 годах на Волжку, Булгарию, казахский Каганат. И, как известно, результатом этих походов стало обложение данью как раз ветчей. То есть частность населения памятников IX-X веков Окско-Донского водораздела, функционирования торгового пути, подтверждается материалами, полученными в ходе археологических исследований. Так, на многих исследованных памятниках широко представлены находки, связанные с происхождением с территорией Хазарского Каганата, жители которой являлись носителями, собственно, салтумаяцкой культуры. Это кухонная и столовая посуда, также это тарная посуда, как вы видите, сверху это просто кухонные, но это горшки, внизу это уже фрагмент амфоры. Это все фрагменты амфор, найденные на территории Тульского области. Естественно, не все фрагменты, но в качестве примера. Также элементы торгового инвентаря представлены весами, весовыми гирьками и чашечками для весов. Перед вами сейчас уникальная, в принципе, находка. Это складные весы, которые найдены были в заполнении медного котла. Сами весы были помещены в футляр. Футляр был вырезан из дерева, из лиственной породы, возможно, либо клёна, либо береза. Нижняя его половина имела углубление для весов и одной небольшой гирьки. На окончании коромысел весов были зафиксированы остатки от плетеных шнурков. Чашечки весов находились в верхней половине футляра. На данный момент эта находка экспонируется в гиме. Также встречались иной тип весов. Он тоже коромысленный, но уже монолитный. То есть они нескладные. Данные весы имеют длину почти 20 см. Но хочу остановить больше внимания как раз на бочонках и иных гирьках. Они были выполнены как из железа, так и из бронзы. Интересный момент, это их особенность. То, что на большинстве из них прослеживаются знаки кратности, так называемые точки. Некоторые точки выполнены в форме вязи. Удалось проследить, что одна точка равна примерно 8 граммам. И все они кратны. То есть вес этих гирек кратен 8. То есть 8, 16, 24, 32, 40 и так далее. Данная система весов встречена как и в Скандинавии, так и на Востоке, в арабском мире. То есть есть все причины подозревать о существовании, вполне возможно существование единой какой-то меры весов. Которая функционировала на данных регионах. Вот перед вами также еще одни пешковидные гирьки. Чашечки для весов. Также встречались импортные украшения. Это и грина глазовского типа, и всякие различные поясные бляшки, наконечник ремня. Импортные украшения, как раз вот из клада, известный клад на территории городища в деревне Супруты. Это удела с псалями. Бляшка, фрагмент оголовья конского. Так же стоит еще, кстати, отметить, я забыл про это пораньше сказать. То, что нередко встречаются еще одиночные гирьки мы. Мы будем сегодня говорить в основном о кладах. Но надо упомянуть то, что и одиночные гирьки мы, естественно, являются нередкой находкой. Среди одиночных гирьки мы лично преобладают три группы, выделяются. Это аббаситский, саманитский и различные подражения. У аббаситских гирьков преобладают монеты Маддинат Ас-Салама, менее значительно Аль-Басры, Самарканда и Аль-Мухамидии. Прочи представлены уже одним-двумя экземплярами. У саманитских доминируют гирьки и самарканда. Далее я хочу вам рассказать более детально о кладах, найденных в последние годы на территории Тульской области. Один из кладов был обнаружен в 2016 году в Чернском районе, неподалеку от деревни Пултьева. Выделен большой звездочкой. Как вы видите, это уже недалеко от реки Ака и площадь между речью рек Иста и реки Снежить. Он располагается немного с северо-восточнее от Шлыковского комплекса. В состав кладов входили 81 монета, из них 22,59 обломков. 18 монет имели отверстия. Атрибуцем монет занимался наш коллега Гомзин Андрей Александрович, за что ему огромное спасибо. Монетные дворы представлены в основном это Ашаш, 29 монет, Самарканд, 12 монет, Бухаран, 6 монет. И 1-2 фрагмента это Андераба, Фарван и Аму. Династийна это Саманида в абсолютном большинстве, это 62 монеты. Одна монета принадлежит Бонжуридам. И отмечены 7 фрагментов это подражание Саманитскому Гирхему. Вес монет варьируется от 2 до 5 грамм. Старшая монета была продатирована 270 годами Хиджры или 880 года от Рождества Христова. Младшая монета это 358 год Хиджры или 968 год от Рождества Христова. Хронологические границы всего комплекса Дирхему составляют около 88 лет. Обычно приняты клады датиры по младшей монете. Здесь она 968 год, то есть 2,5 века. Вот они перед вами сейчас, я вам покажу их. Я просто не вижу смысла особо задержаться, потому что я думаю, задних рядов их почти уже не видно, так что я буду листать. Также, наверное, стоит отметить присутствие неоднократно поврежденных фрагментов монет, в совокупности с обрезками в половину и треть в кладах верхнего поводчика, что позволяет считать, что такое деление могло быть направлено на получение не весового довеска, а именно половинки или 1 треть части целого Дирхема. Также в кладе было обнаружено 2 серебряных браслета с расширяющимися краями. Имели они круглое сечение. Вес каждого из браслетов, это под номером 1 и под номером 2, составлял по 23 грамма, плюс-минус несколько граммов. Также был один большой массивный браслет, весом 57 грамм ромбовидных сечений. Вполне возможно, что это обломанная гривна, согнутая до размера браслета. Все три браслета датируются также финалом 9-го и 10-ми веками. Также в кладе включал в себя миниатюрное височное колечко. По мнению Александра Вадимовича Григорьева, такие колечки вполне возможно все-таки носили в ушах, то есть это были серьги, а не кольца. Имеется полная аналогия с городища супруты. Также тоненькая серебряная проволока, скрученная в колечко. Тоненькая серебряная сережечка. И вот интересна вот эта пластина. Пластина с ушками на концах. Она была свернута в кольцо больше 4, но меньше 5 полных оборотов. И длина окружности составлял 110 мм. Потом кольцо было сплющено и затем сложено пополам. То есть по всей вероятности мы здесь видим 4, 5, 6. Это фрагменты лома до последующей переплавки и изготовления уже каких-то других изделий. Но изначально вполне возможно, что это был головной венчик украшения. Понятно, что вот этот фрагмент изделия не удалось. Понятно только то, что он сделан из серебра, так же, как и вот этот. Вполне возможно, что это тоже обломок, может быть даже гривны. Непонятно. Интересен вот этот серебряный брусок. Этот серебряный брусок как раз равен по весу гирьки с двумя точками. Его вес составляет 16 грамм. То есть вполне возможно, это как раз тоже мера расплаты, там, ну, ходовая валюта, именно вот эти бруски. Потому что вес везде кратен восьми. Также клад содержал шесть височных колец. Семи лучевые. Типология, разработанная все тем же Александром Вадимовичем Григорьевым. Все шесть колец относятся к типу 3 и датируются концом 10 века. Этот тип, кстати, стал предшественником целой серии родимических височных колец. В целом клад стоит датировать второй половиной 10 века.